Что заставило французов снова выйти на улицу? Какие языки могут добавить в школьную программу? Специалисты готовятся, они как штучные. Фактически, как говорим, штучный товар, штучные специалисты. Сланцевая нефть заканчивается. Эта скважина стоит десятки, а и сотни миллионов долларов. Зачетная ночь в КПУ. Родители, опять же, приходите обязательно с детьми, потому что интересная площадка будет и детям, и взрослым. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Виктория Бояринцева. Магистрант второго года обучения Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Антон Федотов занял первое место на региональной научно-технической конференции молодых специалистов Акционерного общества Оренбургнефть в секции добыча нефти и второе место в секции разработки нефтяных газовых месторождений. Во Франции продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста. Однако, несмотря на это, Верхняя Палата Парламента проголосовала за законопроект. Подробнее в нашем сюжете. Реформа пенсионной системы была в центре повестки президента Франции Эммануэля Макрона. В 2019 году уже была попытка повышения пенсионного возраста. Но сославшись на пандемию коронавируса, правительство Франции решило временно отказаться от проекта. Следует отметить, что в 2019 году заявление о проведении реформы вызвало массовые протесты. На них вышло более 150 тысяч человек – представители профсоюзов и желтых жилетов. Что вызвало столкновение с полицией и применение последних слезоточивого газа. С точки зрения правительства Макрона, эта мера является необходимой ввиду катастрофического старения французской нации. Но уже на данный период времени количество работающих граждан значительно меньше, чем количество пенсионеров во Франции. И, следовательно, если эта тенденция сохранится, то тогда на молодежь, на молодое поколение во Франции фактически ляжет груз содержания еще большего количества французских пенсионеров. И это может произойти в ближайшем будущем. В связи с возвращением правительства Франции к пенсионной реформе в городах вспыхнули акции протеста. Они проходят в более чем 10 крупных городах, таких как Париж, Марсель, Ницца, Нат и другие. Акции протеста сопровождаются погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. В Париже к забастовке присоединились службы по вывозу мусора. Таким образом, уже больше недели на улицах города копятся кучи, достигая высоту больше человеческого роста. В одном из изданий разбросанные кучи мусора на фоне Эйфелевой башни уже назвали интуитивным символом народного возмущения планом правительства. Конфликт интересов, который сегодня складывается в экономике Франции, а именно конфликт между интересами, который объясняет Макрон, ввиду того, что пенсионеров все больше и больше, и вопрос, собственно говоря, как обеспечивать их, да, и позиции гражданские, что граждане хотят иметь тот пенсионный возраст, на который они рассчитывали. Вот этот конфликт интересов сегодня активно развивается. Тут, наверное, путь только один, возможно, путь, наверное, какого-то компромисса, путь диалога. 11 марта 2023 года Верхняя палата парламента проголосовала за законопроект. А уже 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Приведет ли громкий голос бастующих к ожидаемому ими результату, покажет лишь время. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Сомалийский, Амхарский, Зуу, Юруба и Суахили. Эти и другие языки могут появиться в российских школах. Насколько целесообразно введение новых узконаправленных дисциплин и пригодятся ли они школьникам в дальнейшем, расскажет наш корреспондент. Самые распространенные африканские языки – суахили и амхарские – начали изучать в трех московских школах. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия-Африка». По его словам, такое решение связано с нехваткой специалистов, способных понимать менталитет африканских стран и основные модели их развития. По прогнозам ведущих мировых аналитиков, африканские страны могут сделать серьезный рывок в своем социально-экономическом развитии, подобный тому, который переживает Индия. Так называемый рывок догоняющей экономики. В связи с этим межгосударственные связи с африканским континентом в среднесрочной перспективе могут стать весьма ценными для тех мировых игроков, кто заранее выстроил долгосрочную стратегию партнерства с этим континентом. Африканские языки – это экзотика. Поэтому для разнообразия, для мотивации в качестве факультатива, конечно, можно было бы вести. Но нужно понимать, конечно, здесь цель, для чего мы изучаем иностранный язык. А все-таки африканские языки – это такая специфика, которая требует специальной подготовки. По словам заведующей кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений Казанского федерального университета Нейли Менгазовой, ввести новый предмет несложно, однако нужно быть готовым к подводным камням. Так как африканские языки достаточно сложные в изучении, в университетах они преподаются в качестве дополнительных дисциплин. Поэтому сложность в подборе специалистов, чей уровень знания языка будет соответствовать требованиям преподавания. Учительские кадры – это достаточно такой сложный вопрос. Если вот говорить про наш университет, у нас был один выпуск с языком суахиля, ребята-специалисты, и один выпуск языком африканц. Такая полномерная подготовка специалистов с африканскими языками в нашем университете, она вот ведется только на таком уровне. Специалисты готовятся, они как штучные, фактически, как говорим, штучный товар, штучные специалисты. Поэтому, конечно, невозможно обеспечить школы данными специалистами. И достаточно сложно, большая проблема. На сегодняшний день африканские языки несут только факультативный характер и вводиться в список обязательных предметов для школы Российской Федерации не будут. Даже вот на примере, скажем, арабского языка, который уже имеет давнюю традицию преподавания в школах, мы видим, что и на сегодняшний день обязательности нет. Только у нас фактически полилингвальные только комплексы Адамнар, в которых он преподается в качестве второго иностранного языка. А так, и вот, что в ближайшей перспективе африканские языки стали обязательными в школьной программе, об этом говорить не приходится. Ну и, в принципе, необходимости такой нет. Отметим. Суахили и Амхарские еще никогда до этого не преподавали. В высших учебных заведениях тенденция поддерживается. Возрождается преподавание языков, которое почти исчезло. Например, Йоруба и Сомалийский. По словам экспертов, Россия получит сквозную подготовку. Школа, университет, работодатель. Светлана Барабанова, Карина Саяхова, Фарид Захид-Оглы, Универньюз. Запасы сланцевой нефти скоро закончатся, если увеличивать производство. Так утверждают эксперты. О сланцевой нефти и ее запасах расскажет Николай Осуховский. Действующие скважины в Америке по добыче сланцевой нефти дают все меньше прибыли, влечает The Wall Street Journal. Скважины быстро истощаются, а в урении скважин стоит много денег. Такая тенденция наблюдается не только в Америке, но и в других странах мира. Кроме штатов, сильно не добывают сланцевую нефть. Потому что у штатов другой нефти не так много. Если бы они сланцевую нефть не начали добывать, они отставали к добыче очень быстро. У них запасы обычной нефти достаточно ограниченные. Сланцевая революция, начавшаяся еще в начале 2000-х годов, подошла к концу. Вложение в добычу такого дорогостоящего проекта выглядит неперспективно. Слишком дорого стоит бурение скважин, а месторождение сланцевой нефти иссякает. Но можно ли как-то удешевить и упростить бурение и добычу черного золота? Ну, наверное, можно. Понимаете, сегодня, в общем-то, вот эта система добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, она очень хорошо отработана. Сейчас ведь не будет вертикальной скважины, а будет гражданинальная скважина. То есть, это очень сложный процесс. В принципе, он очень отработанный. Но эти скважины стоят десятки, а и сотни миллионов долларов. Инвестиции в сланцевую нефть на данный момент представляют собой неустойчивый плод, на который у нас могут стоять только крупные игроки, а остальные поменьше просто не смогут удержаться. Произойдет ли такой же обвал цен, как это произошло в 2014-2015 годах? Из-за несогласия стран ОПЕК снижать цены на добычу. Американцы начали добывать сланцевые нефти, потому что они создали технологии, которые вписывались в те цены, которые были. Если бы цена на нефть была дешевая, там 20 баксов, да, то сланцевая нефть и Кирдык, они бы не вписывались в те цены. Но когда сланцевая нефть на рынке стала больше 50 долларов, сланцевая нефть уже окупалась. Поэтому американцы, конечно, делали это. Россия занимает первое место по заряжам сланцевой нефти в мире. По данным аналитического центра Инфотек, общих запасов нефти хватит на 39 лет. По данным аналитиков Лау Партнес, в Америке сланцевой нефти хватит только на 6 лет, при увеличении производства на 15% в год. Поэтому Россия обладает примерно четвертью мировых запасов газа. То есть это самое большое, это первое место в мире по запасам газа. Потом у тебя Туркмения, там арабские страны, где-то есть, да, вот сланцевый газ, это уже поменьше намного. Сланцевая нефть теперь утратила свою основную ценность из-за высокой стоимости и неакуаемости. Теперь перед аналитиками и крупными игроками стоит выбор. Либо продолжать вкладываться в тяжелый производство, либо сократить, чтобы оставаться на плаву. Николай Суховский, Адалина Бдрахманова, Универньюс. Уже в эту пятницу в Казанском университете состоится зачетная ночь. О том, что подготовили организаторы проекта, в сюжете Арины Рахматулиной. 24 марта в рамках научно-популярного проекта «Про науков КФУ» пройдет зачетная ночь. Цель мероприятия – раскрыть тайны Вселенной, а также простым языком рассказать о передовых исследованиях и поделиться интересными лайфхаками. Ну, действительно, 16-я серия научно-популярного проекта «Про науков КФУ» посвящена именно университетской тематике. Называется она «Зачетная ночь». И в этот вечер, в эту ночь каждый человек, который придет к нам на мероприятие, сможет почувствовать себя студентом. Гости мероприятия получат возможность познакомиться с экспертами, учеными в различных отраслях науки. Помимо этого, участников проекта ждет 20 интерактивов, в числе которых познавательный мастер-класс и викторинные выставки. Топовые спикеры проведут лекции о главных тенденциях в мире наук. Их в числе магистр игры «Что, где, когда». Родители, опять же, приходите обязательно с детьми, потому что интересная площадка будет и детям, и взрослым. Потому что интерактивы наши ориентированы на практически все возрастные категории. Само вообще мероприятие – это 6+. Научно-популярный проект Казанского федерального университета «Про науков КФУ» радует студентов с 2016 года. В среднем одно мероприятие собирает до 3000 гостей. Вход свободный, зарегистрироваться можно на официальном сайте университета. Арина Рахматулина, Александр Кузнецов, Универньюз. С 1 марта студент 6 курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, медбрат республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Аркадия Агафонова Амар Хусейн находится в Сирии в составе команды Российского Красного Креста, куда входят специалисты разных направлений. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok